Сегодня прохладненько, потому что окна открыты, и там, и там не закрывала всю ночь, кондюры вообще не включаю. Хорошо, когда квартира вот так вот стоит с утра, и солнце сюда не попадает, и там прямо вскользь, и поэтому прохладненько. Потому что на улице жара, вся трава выгорела, всё выгорело вообще. Ой, посмотрела сегодня опять с утра видео своё последнее. Ну, конечно, вчера я прям вообще была убитая, просто убитая. Сегодня завтракаю. Что у меня, вот смотрите, что у меня, два кусочка хлеба. Вот эти сушки с ванилью, вот есть с ванилью, пятёрочки, озби, очень хорошие. Прямо, знаете, такие мягонькие, хрустящие. Вот даже если ребёнку, то не будет, они очень легко разжевываются. Прямо вот всё, очень вкусные сушки. Сметана с творожком. Вот этот риэт я обожаю просто. С миндалём он разный бывает, обожаю. Я утром всегда два кусочка с ним кофе. Что тут? А, решила масочку сделать, сделаю масочку. Духами надо. Духами. Всегда с утра духами духарюсь. Настроение поднимается. И маску сделаю вот такую сейчас. В общем, вот такие дела. Мраки, конечно. Всё, теперь я доливаю. Удалите этот номер телефона, это Кубань. Кубань. Комсомольская правда. Как я удалю номер телефона? Что мне теперь, видео перезаливать что ли? Как целый день написывали, так ничего, блин. Теперь уже там какие-то другие люди. Суд на вас подадут. Давайте, подавайте. Что хотите, то и делайте. Вообще, кошмар какой-то. Вот такие дела. Кушать даже неохота. Что будет? Не знаю, что будет. Почему Лёва за вас не заступается? Я вообще не хочу, чтобы детей вмешивать это во всё. Зачем? Это разборка вдруг взрослых человек. Друг. Друг. Это разборка двух взрослых. Ну, не знаю, по крайней мере, знаете хоть это. Уже орёт, и то хорошо. Пусть орёт. Ой, комар влетел. Ничего себе. Вот такие сетки у нас на окнах. Комары мелкие-мелкие. И сквозь сетку. У вас нету сеток на окнах. Как нету на всех окнах сетки? Ещё не по одной. И комары, вот они такие мелкие-мелкие комары. В Челябинске здоровые, большие. Как сядет там, прихлопнешь, сразу видно. А это прямо мелочь, такая пузатая. Алисенька приехала в Мегу. Смотрю, вот сколько они там. Три дня пожили, наверное, в коттедже. И уже все ноги искусаны, уже всё чешется. Это бедненький мой ребёнок. Юля мажет, ей всё время без конца мажут. Но такие средства, я не знаю даже, что за средства такие. Что ничего не получается. Что зуб не проходит. Я вот как-то один год спасалась прямо вот в чистой линии. Я пользуюсь чистой линией. Масочку сейчас сделаю. Вот, люблю очень чистую линию. Припаю все эти вот крема. Вот это вот для ухода за лицом. Даже шампунь. Покупаю мужикам своим. Но у Лёва-то Шаума Михалыч. Он чистой, только чистой линией моется. Любой, но только чистой линией. Вот. И вот чистая линия. Даже спонжики забыла там. Всё забыла. Вчера вечером хотела уже пойти. Думаю, пойду. Мне что-то надо было взять срочно. Прямо всё, уже ложилась спать. Думаю, возьму. Двери закрытые. А я ключи в сумке забыла. Забыла ключи в сумке, паспорт. Всё, думаю. А сегодня, думаю, надо всё забрать. И документы на квартиру, и свидетельства все о заключении брака. Всё. Чёрт его знает, что в голову сбредёт. Не знаю, что в голову сбредёт. Сегодня одно, завтра другое. Песни поёт. Он понять не может, за что я обижаюсь на него. Он понять не может. А что я такого сделал? Как что ты такого сделал? Мы пять дней отдыхали в Анапе. И пять дней я тебя не видела. Как что ты сделал? Это вообще кошмар, конечно. Сам себе режиссёр. Что я такого сделал? Или мужики все тупые? Я не знаю. Что я такого сделал? Мне хоть до Болгарии бы дожить. Всё, уже в Болгарию и поедем. В конце месяца полетим с Лёвой. Я его в Болгарию не беру. Он мне нафиг там не нужен. С Лёвочкой полетим, отдохнём. С сестрой хоть там пообщаюсь. Столько лет не виделись. Родная сестра у меня, Лариса. Она живёт в Киеве. Ну, они ещё в те времена, когда она закончила институт, тогда вышла замуж. И всё, и уехали на Украину. У неё муж был первый военный. Муж был и второй военный. Вот. И всё. И они потом их бросали, ракетчиков, туда-сюда, туда-сюда бросали, бросали. С одного городка в другой городок. И всё. И получилось так, что остались в Киеве. И как вот началась эта свистопляска у нас вся. Сегодня вот такую маску сделаю. Прямо увлажняющая, хорошая масочка. Сделаю вот такую. Всё, я тигр. Под зеркало принесу. Носик, носик, носик. И вот они остались в Киеве. Сестра моя, Лариса. Остались в Киеве и всю жизнь живут на Украине. И всё. И как началась у них вот эта свистопляска там. Они купили. И они как чернобыльцы. Каждый год ездили отдыхать в санатории Валушту. Ведомственные санатории. Вот эти военные. Министерство обороны Украины. Там, конечно, был шип-блеск у них. Вот. Отдыхали каждый год. А сейчас всё уже. Ездить-то некуда. И пришлось им купить квартиру в Болгарии. Вот я и еду к ним. Поеду в Болгарию. Так, ну на минут 15. Сделаю, потому что прямо вижу уставшая кожа. А здесь как раз масочка для хорошей кожи. Женщины сегодня мне пишут утром одна. Или он полно. Успокойтесь. Сделайте маску. Развейтесь, отдохните. Сходите куда-нибудь. Снимите нам что-нибудь цветочки. Ребята, снимать-то нечего. Всё сгорело. Цветы. Вот самый писк, самая красота. Это было весной. Сейчас всё горит вообще. Где поливают, вот немножко газоны. Там цветочки ещё какие-то есть. Ну такие уже. А так прямо смотреть нечего. Единственное, что это... Так вот, если ходить по дворам, то во дворах прямо черешня растёт, сливы, абрикосики растут, всё падает. Никто это не собирает, никому это не надо. На базар эти цены тоже уже упали. А раз сейчас уже никуда не хожу, вчера сходила на базар, купила две помидорки себе. Лёва не стал. Лёве купила нектарин. Ой, какой нектарин здесь. Боже мой. Это вот тот, который не шершавый, такой пухлястый, а прямо который гладкий. Большие такие бордовые, во рту тают, внутри жёлтое всё. Я вчера прямо съела две штучки. Обалдеть. Сегодня тоже схожу, куплю ещё. Лёва кушает с удовольствием. Черешню уже наелись. Вчера взяла черешню, такую белую, белую черешню. Поели немножко так и всё. Вот. Чё, сынок, чё, сынок? Всё нормально. Самое главное, что мама с папой дома и всё остальное его не волнует. А что уж между нами там, это вообще не касается. Он так посмеивается иногда, иногда подшучивает. Вот. Света, не надо иронии, мне говорит. Света, не надо иронии. Я говорю, ты уже насмотрелся этого своего гетельмана, что уже с ума просто сходишь. Света, не надо иронии. Ну, осталось только иронии. Конечно, я уже не плачу, я уже успокоилась, я уже не рыдаю. Я, как прямо рыдала, меня душила обида. Сейчас уже, конечно, такого нет. Вот. И что ещё мне нужно? Мне нужно купить купальник. Мы купили с Юлей, с Лёшей купальник. В спортмастере купальники. Вот, девочки, кто мои комплекции, купальники в спортмастере есть. Футболки есть в больших размерах на женщин. Но мне надо ещё купальник такой порядочный, приличный, новый. Потому что все купальники беру дорогие, но они от хлорки, от бассейна. Все прямо через полгода становятся влёплыми и всё, уже начинает, момента начинает всё вытягиваться. Хожу я и в бассейн, и девочки хожу, на массаж без конца хожу. Чё вы начинаете? Маникюр, педикюр я вообще, мне кажется, не вылажу из этих кабинетов. Медикюра и педикюра. Маникюра и педикюра. Всё делаю. Уж если козлина, так он и есть козлина. Ну, повыпендривался перед молодыми девочками. Как всегда. Вот. Может и больше что-то, но не уверена. Уже не уверена. Ещё не уверена. Я просто думаю, что, знаете, и я как бы была молодая, да, и мы в своё время, бывало, что там и на свадьбах, и где-то ещё там какие-то праздники были. И вот начала вот это всё сопоставлять. И мужики вот такие, да, вот, ну, которым за 50, за 60, конечно, они будут хорохориться перед девочками молоденькими. И передо мной хорохорились. Ой, ну, там просто смешно было. Чё? Единственное, что сейчас жизнь такая пошла. Если раньше денег не было, да, ну, кто-то там более-менее. Никогда не думали о деньгах. У кого больше, у кого меньше. Люди жили и жили. А сейчас за деньги, конечно, девчонки готовы на всё. И семьи разбивают, и семьи уводят. И детей нарожают потом по двое, да ещё по трое. И не думают о том, что через 10 лет он будет вот такой, как мой Михалыч. Тоже будет ходить, самоутверждаться. Вот. Хихикать, танцевать. Всё ему, всё надо веселье. Всё какое-то веселье надо. Я уже не тот человек, что, знаете, веселюсь. Прям веселуха такая, такая веселуха. Есть девчонки, конечно, у которых, знаете, прямо, ну, искрится. Вот они до старости и всё. Маленькая собачка до старости щенок. Всё, она дуру включит и хихикает. Дома не кормлены все, не поины. Срач по колено, носки в тазике лежат неделями. Сгнили уже. А она хихикает, ей пофигу. Вот это другое дело. Я как-то, знаете, я очень серьёзно отношусь. Мне надо, чтобы в семье всё был всегда порядочек, чтобы все были накормлены, чтобы никто никуда не опаздывал. Вот. Это вот, не знаю, у меня в крови. Это я по гороскопу Козирог. И муж у меня, кстати, по гороскопу Козирог. И мы пока не забодаем друг друга, мы не успокоимся. Это уже точно. Козироги, товарищи, ответственные очень. Мы, может быть, и сошлись на этой волне. Что мы очень пунктуальны. У нас надо, чтобы всё было разложено по полочкам. И чтобы было всё рассчитано. Вперёд. На день, на два, на три, на неделю. По крайней мере, планируем. Но уже не даём мы тех эмоций друг другу, которые были раньше. Уже, допустим, над его шутками я не могу смеяться уже. Мне это потому, что я каждый... Ну, если каждый день одно и то же, то чему смеяться? Вот. Он смотрит свои футбольные передачи, хоккейные передачи, спорт. У меня немножко другие интересы. Я очень люблю читать. Я в интернете читаю столько, что мама не горю. Вот. Вот такие дела. Не знаю, что делать сегодня буду. Надо бы сходить мне. Ну, купальник. Вот надо купальник мне купить. Ну, что, выложила видео. Уже 12 тысяч просмотров. 500 с лишним комментариев. Обалдеть. Я, конечно, все не прочитаю. Вот так новые. Нажимаю новые. Читаю комментарии. Привет Марине Ивановой Блок. Молодец. Смотрит меня. Я тоже Марину смотрю. Очень много лет. Тоже девчонка с непростой судьбой. Терпение ей. Удачи. Все равно маски увлажняют хорошо кожу. Знаете, такая вот усталость уходит. Глаза тускнющие. Это вообще не знаю, чем себя приводить в порядок. Сейчас голову помою, уложу. Накрашусь немножко, да пойду. Что-то Лена мне на примерку сходила. Вроде все сделала мне. Все хорошо. И брючный костюм очень понравился. Полосатый. Полоска вообще выигрывает. Такое чувство, что он шелковый. Все примерила, все примерила. Все донесла ей, но что-то не это. Не звонит мне еще. Так, что еще? Что еще? Ну все, болталки. В общем, болталки. Юля вчера ждали. Данила приехал, прилетел. Юля ждали меня вчера. Мама, приезжаю на шашлыки. Я говорю, нет. Не могу пока. Я пока не могу никуда. Потому что черт его знает, что на уме. Бывают мужики, знаете, вещи кромсают. И все, что угодно делают. Он вчера стучался, я ему дверь не открыла. Что надо было, не знаю. Потом мне самой надо было идти. Уже дверь там была закрыта. Вот и бегаем теперь туда-сюда. Пока не могу. Не могу еще пока отойти. Не могу. Не знаю, что делать. Прямо. Аниматорш. Еще вчера я сказала, что там она одна, что ли. Ой, меня прям вообще это взбесило. Меня прям взбесило. Давай перебирать в уме, сколько их там было, этих аниматорш. Пляшут с утра до вечера. Глазки всем строят. Хихи. У них работа такая, обязанность такая. Ну, понятно, что обязанность и работа такая. Что дальше? Ну, уж не до такой степени себя распускать-то. Аниматором-то тоже надо быть, знаете, немножко так как-то на расстоянии. Улыбнулись там и все. Что понебратство-то устраивать? Вот я ненавижу вот это понебратство. Не успели приехать, и уже начинается. Хи-хи-ха-ха. Вот мы в том, в позапрошлом году мы отдыхали. Вот когда позапрошлом году отдыхали, а у нас получилось так, номера рядом были. И вот когда они в мафию до пяти утра играли там все, потом пришли некакушные. Они же играют и пьют. Играют и пьют. И все. И как там муж орал один москвич, москвичи были с ребенком. Она, видимо, отправила мужа с ребенком домой. А сама там до пяти утра фестивалила. Как он на нее орал? Они в этот же день уехали оттуда. Он увез ее в этот же день. Все, быстро собралась и пошла отсюда. Все. Вот так вот. Где вот она была, играла, не играла, непонятно, что они там делают. Товарищ говорит, что спал на лежаке. Но я сомневаюсь, что спал на лежаке. Два шага дойти до дома, он спал на лежаке. Ну, что смеяться-то? На лежаке с кем-то? Там лежаки все на виду. Не видела я его, что он там спал. Там же у них есть еще помещение, где живут сотрудники. Где-то был, где-то шлюхался. В общем, вот такие дела. Разборки полетов. Так потихонечку, потихонечку начинаем хоть общаться. И то хоть ладно. Орет, правда, ну что сделать? Пусть орет. Я тоже понимаю, как бы мне тоже не хочется это все рушить. Твое, мое, я не собираюсь ничего делить. Это все нажито непосильным трудом. Твое, мое. Сейчас. Я всю жизнь скалываю, как не знаю кто, блин. С молодости. Все стараюсь и стараюсь и стараюсь, чтобы было не хуже, чем у других. Заработала, сейчас буду кому-то отдавать. Держите карман шире. Вот такие дела, девочки. Давайте, все, пока сейчас масочку сниму, потом покажу еще. Покушать надо, у меня уже кофе остыл. Твое, пока скоро увидел. Сейчас. Я не буду Lazar. Доступаю. Продолжение следует...